Вот опять эти перья. Нам уже вообще очень большие продавили эти перья. Постоянно ходишь и собираешь. А потом мы всё это с мусором заносим домой. Ежедневная уборка голубиных перьев со своего огорода для Гульнары Невидимовой привычное дело. Рассказывает, что уже более 10 лет они с семьёй воюют с соседом за снос его голубятни. Такое соседство с птицами, по словам женщины, совсем не радует, а удручает. Они доставляют нам массу довольно-таки таких неприятностей, потому что от них исходит и шум, и запах, и перья летают по всему нашему участку. И домой тоже перья запопадают, и на окнах их экстременты у нас. Но беспокойство связано не столько с беспорядком, сколько с опасением за здоровье семьи. Ведь, по словам соседей, по санитарным нормам от голубятни до жилого дома должно быть не менее 50 метров, а у них всего три. Здесь вот к сараям как раз у него находится сливная труба. Вот все экстременты голубиной, которые находятся на этом сарае, они все сливаются в эту трубу. И вот эти вот все стойки, вот эти в перемешку, они все льются к соседям. Болезни, инфекции, они все передаются воздушно-капельным путём. И если, не дай бог, что-то случится, кто будет за это всё отвечать? У меня скоро внук появится, к нам очень много детей приходит. Получается так, что, в общем-то, мы рискуем здоровьем наших детей. Опасения этой семьи также поддерживают и другие местные жители. «Прилетал один, и у меня на крыше, прям во двор залетал, и на крыше прямо умер он почему-то. Мне кажется, надо запрещать это. На даче, я думаю, на даче можно. А вот где люди живут, где маленькие дети, семьи молодые, это, наверное, не всем интересно». По словам местных жителей, суд уже пытался решить их спорный вопрос и обязал владельца «Голубятни» снести половину постройки. Он снёс. Но от этого проблема не решилась. А «Голубей» меньше не стало. Они даже засняли видеокрыши своего дома в доказательство. «Сам хозяин «Голубятни» на контакт с соседями предпочитает не идти. Все вопросы между собой они решают только в суде». От официальных комментариев нашей телекомпании он также отказался, сославшись на нежелание перед кем-либо оправдываться. До сих пор соседям по домам не удается решить проблему мирным путем. Полтора года судебных тяжб пока тоже результатов не дали. Говорят, ничего не остается, как вновь ждать решения очередного суда.